Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать всех, в том числе и хороших знакомых. Но моя тема – это белорусские коллаборационисты на службе ЦРУ в годы Холодной войны по материалам Национального архива США. Мы сегодня говорим о преследовании и заслуженных наказаниях на основе судебных решений. Но далеко не все и преступники, и пособники нацистам понесли заслуженное наказание, в том числе и те, про кого я буду вкратце, постараюсь вкратце говорить. Начну со следующего факта. В 1974 году в Соединенных Штатах Америки, в штате Нью-Джерси, на берегу реки Ист-Ривер, был установлен памятник с надписью «Слава Магарам за вольную Беларусь», «Слава борцам за свободную Беларусь» и там английский текст в том числе. То есть 1974 год. Все оформление памятника в известных сегодня бело-красно-белых тонах, а в центре герб – погоня. Над постаментом большой металлический крест с маленьким двойным крестом в центре. Именно такое изображение было на нарукавных красно-белых шевронах белорусских полицаев и военных подразделений, вошедших в состав чуть позже 30-й дивизии СС. Получается, по факту, что в современной Америке уже почти полвека стоит памятник дивизии СС. Вопрос. Как это могло получиться? Как это стало возможным? В первом приближении ответ можно найти в книге Джона Лофтуса. Называется книга «Белорусский секрет», издана в США в 1982 году. Джон Лофтус очень хорошо знает предмет своего исследования. С 1979 года Лофтус работал прокурором отдела специальных расследований в Министерстве юстиции США. Именно это подразделение занималось вопросами наказания и депортации нацистских преступников в Америке. Лофтус непосредственно курировал направление белорусского коллаборационизма. Работал с документами Центрального разведывательного управления. И в своих двух больших публикациях в книгах он показал, как американские спецслужбы, в кавычках, завезли в послевоенные США более 300 белорусских коллаборационистов, которых финансировали, которых оберегали от преследований. Для чего? Для использования в антисоветской работе в годы Холодной войны. Вот ставшие совсем недавно или относительно недавно доступные в Национальном архиве США рассекреченные документы ЦРУ позволили другому американскому исследователю, Марку Александру, работающему ныне в Музее Холокоста в Вашингтоне, подготовить и защитить год назад, в 2019 году, докторскую диссертацию по этой же проблематике. Сейчас заканчивает соответствующую монографию. Она пока еще недоступна. И вот из общего немалого числа коллаборационистов эпохи Второй мировой войны авторы недавно вышедшего, ну год назад, четвертого тома «Истории белорусской государственности» на первое место ставит президента, созданного в конце декабря 1943 года нацистами в Минске, белорусской президента Белорусской Центральной Рады Радослава Островского. В целом про него уже многое написано, но что о нем говорят документы из фонда ЦРУ. Островский умер в 1900, я начну с крайнего, в 1976 году. Островский умер в Соединенных Штатах. Его могила находится недалеко от названного памятника белорусским коллаборационистам на Истривер. Надпись на могиле Островского. «Президент Белорусской Центральной Рады, Белорусской Народной Республики и основатель белорусских военных сил». Что об Островском далее в архивах? С самых первых дней Великой Отечественной войны, буквально со 2 июня, бывший учитель физики и математики, работавший в предвоенные годы в польской лодзе учителем, стал начальником управы Минского округа. Об этом он откровенно пишет в своей записке ЦРУ в 1950 году. Зацитирую. Это привело в восторг и впечатлило немцев. Ссылка на фонд ЦРУ. Затем точно так же будет Брянск впереди, потом Смоленск, потом Могилев, где он точно так же создавал органы местной администрации. А в конце декабря 1943 года приказом наместника нацистского в Белоруссии Курта фон Готберга Островский назначается президентом Белорусской Центральной Рады. Помечаю здесь, что не выбирается никем, а назначается приказом немецкого наместника. Как предполагалось, что Белорусская Центральная Рада будет неким органом белорусского самоуправления. Что успел Островский сделать на этом посту? Самое главное – это создать белорусские военные подразделения для борьбы с белорусскими же партизанами. Со слов Островского, в его оценке, что в фондах ЦРУ записалось в эти отряды 28 тысяч человек. И из них было сформировано 40 батальонов, которые сосредоточили в районах с наибольшей партизанской активностью. Но развернуть деятельность этих батальонов не удалось, поскольку 28 июня 1944 года, на следующий день после заседания в здании оперного театра в Минске 2-го Всебелорусского съезда, на второй же день немцы отправили из Минска специальный эшелон численностью более 800 человек сторонников Островского и Белорусской Центральной Рады в Берлин. А в целом, по оценкам авторов 4-го тома «Истории белорусской государственности», на Запад, то есть в Германию, непосредственно было отправлено 95 тысяч 500 коллаборационистов. Поэтому сторонники Островского составляли не такую уж значительную часть, хотя 800 с лишним вместе с членами семей. В Германию также были отправлены и записавшиеся в отряды самообороны белорусской представители этих военных подразделений. Из них была создана специальная дивизия, которую расквартировали в Баварии, а потом, к концу войны, эта дивизия по приказу Островского сдалась в плен американцам и была интернирована. Это были своего рода большие по численности сторонники Островского уже на территории Германии. После войны, поселившись в английской зоне оккупации, потом Островский решает выстраивать отношения вначале с британскими спецслужбами и предложил создать специальный орган для заброски в Белоруссию агентов с помощью финансовой британской и технической. Но британцы на это не пошли, поскольку, скажу об этом чуть позже, поэтому летом 50-го года Островский в избежание ареста уезжает к дочери в Аргентину. До почти два года он будет там, в 52-м году возвращается в Германию, но теперь уже не с британцами пытается выстраивать отношения, а понимает, что надо это делать с американскими спецслужбами. И для этого пишет для ЦРУ несколько документов. Одни обширные, другие не очень, включая свою биографию. И в одной из записок ЦРУ пишет. «Неважно, что мы были коллаборационистами в годы войны. И совершенно неважно, с кем мы сотрудничали, с немцами или с дьяволом. Важно то, что мы никогда не сотрудничали со Сталином, и что мы непрерывно боролись с ним». То есть для Островского было неважно, что это именно нацисты сотнями тысяч уничтожали, о чем мы сегодня с вами говорим, уничтожали жителей Белоруссии. Главным для него было показать для ЦРУ, что он и его соратники боролись со Сталином. Даже содействуя Гитлеру в уничтожении евреев, в борьбе с партизанами и так далее. То же самое или такие же позиции были и у его сторонников в параде. Я назову несколько примеров, ограничен временем. Архивные документы Центрального разведывательного управления, что в Национальном архиве США, они доступны, даже в онлайн-режиме, со всей очевидностью свидетельствуют об их преступлениях в отношении своего же белорусского народа. Особое место среди коллаборационистов занимает фамилия профессора филологии Станислава Станкевича. О Станкевиче можно отдельно говорить по фондам ЦРУ. Много документов. Назначенный бургомистром Борисова, он в июле 41-го года создает гетто, еврейское гетто численностью 8 тысяч человек. И лично причастен к распоряжениям, приказам об уничтожении или 6,5 или 7 тысяч евреев в октябре 41-го года. А именно в Борисове Станкевич стал автором того сардинного метода захоронения евреев в общих больших ямах. Сардинный метод означал, что тела убитых складывались слоями для уплотнения, чтобы больше входило. Вначале ногами в одну сторону, потом в другую сторону, чтобы вмещалось больше. Годы спустя его потом назначат бургомистром Барановической области. И здесь пойдет создание уже другого гетто. 15 тысяч евреев в Барановичах проживало и 50 тысяч в области. А затем он будет эвакуирован в Берлин, где возглавит редакцию белорусского издания «Ранится утро». Я просто назову тогда фамилии, для кого будет интересно, какие материалы имеются в фонде ЦРУ. Это про Франчиша Кокушеля, это про Эммануила Ясюка, это про Юрия Соболевского. Большой фонд про Борису Рагула, который возглавлял кавалерийский эскадрон в Новогрудке и так далее. И очень большие материалы про соперника Островского среди белорусской эмиграции, про Николая Аврамчика, который еще в 43-м году объявит себя преемником Василия Захарка и станет, по сути, первой фигурой в белорусской эмиграции, который будет очень плотно работать с американской разведывательной службой. Чем занимались в сотрудничестве с американцами белорусские коллаборационисты уже в период Холодной войны? Это лучше всего на примере фонда, который называется «Акворк». С 1951 по 1962 год реализовывался этот проект ЦРУ по заброске диверсантов в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Об этом в фонде очень хорошо расписано. Но все фамилии, которые я называл, и еще многие другие, они, к сожалению, не только не понесли заслуженного наказания, но они переселились с 1950 года, начиная в Соединенные Штаты Америки, и под защиту ЦРУ попали. ЦРУ должны были их выявлять и предавать суду. ЦРУ, как всегда, под двойным стандартом, по большому счету во всей американской политике, защищали и убирали из их личных дел свидетельства ненужные для того, чтобы использовать в эпоху Холодной войны. Спасибо большое.